МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир нашего телеканала продолжает программа парламентария. С вами знаток законодательной жизни региона Алексей Шемякин. В Устьянском районе отгремел пятый по счету конкурс лесоруб 21 века. Он уже перестал быть только российским, вышел на международный уровень. В гостях на Устьянской земле были представители пяти государств. А вообще около трех тысяч гостей, 70 команд участников. Чувствуете масштаб? Но не только лесоруб станет темой нашей программы. Мы будем говорить и о законе, касающемся лесной отрасли, и который неоднозначно был воспринят как лесниками, так и главами муниципалитетов. Но об этом чуть позже, а пока коротко о некоторых событиях в законодательной жизни области. Депутаты областного собрания приняли участие в торжествах, посвященных 115-летию адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова. На митинги в честь 115-летия адмирала собрались ветераны флота, будущие моряки, представители общественности и власти. Его имя носит военные корабли, но самое главное, его имя носит кадетский корпус, морской кадетский корпус, который мы создали в Архангельской области. И сегодня сотни мальчишек и девчонок продолжают традиции нашего великого земляка, стремятся быть на него похожими. Торжества прошли и на родине Николая Кузнецова в деревне Медведки. Областные депутаты возложили цветы к Стелле и посетили дом-музей адмирала. Именно на таких историях и должны воспитываться наши молодежи. Как воспитать человека, который умеет громко и четко заявлять? Беру ответственность на себя, понимая, сколько жизней стоит за его решениями, понимая, что будет с его жизнью. Это настоящий, великий символ победы. Депутаты областного собрания вмешали в ситуацию по обеспечению жителей двух улиц Калинина и Дзержинского микрорайоне заречья в Коряжеме газом. Работы начались еще в 2011 году. Было выделено 3 миллиона рублей. Но в этом году средств не заложили и подрядчик Котлосгазсервис подписал соглашение, в котором обязался газифицировать две улицы срок до 1 октября. Но теперь отказывается от своих обязательств. Депутаты взяли ситуацию под контроль. До 1 октября обязуемся за счет собственных средств выполнить работы и улиц Ове указаны, и Дзержинского, и Калинина. Мы от людей сейчас просто, конечно, обманываем. Обманываем, если свои обязательства не выполняем. Может быть, сделать как-то это в долг. Заместитель председателя областного собрания Надежда Виноградова приняла участие в церемонии открытия нового завода газобетонных блоков. Такое производство в нашем регионе стало первым. До этого строительные материалы завозили из других регионов. Наш завод будет продавать продукт на 10% дешевле, а это экономическая выгода для местных застройщиков. И сегодня у нас в студии заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов, председатель комитета по лесопромышленному комплексу природопользования и экологии Александр Дятлов. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Дятлов Александр Владимирович родился 12 сентября 1970 года в Ташкенте. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности экономист. Избран депутатом Архангельского областного собрания депутатов по одномандатному избирательному округу номер 17, заместитель председателя Архангельского областного собрания, председатель комитета по лесопромышленному комплексу природопользованию и экологии. Осуществляет свои депутатские полномочия на постоянной основе, имеет государственные награды. Александр Владимирович, на последней в этом политическом сезоне сессии в первом чтении был принят законопроект «Прочитаю, чтобы не ошибиться, о внесении изменений в областной закон о реализации органами госвласти Архангельской области государственных полномочий в сфере лесных отношений, который отменяет исключительные случаи осуществления заготовки древесины. Если, говорит предыстория, когда эти исключительные случаи были определены и что вообще подразумевается под ними? Вообще, если о предыстории говорить, что такое муниципальная лесосека? Муниципальная лесосека была придумана давным-давно, когда в бюджете региональном не было денег. И чтобы каким-то образом оказывать поддержку нашим муниципальным образованиям, решили, что тем районным лесом, которые у нас находятся рядом с лесами, им отведут лесфонд, назовут его муниципальным лесфондом, и они за счет этого лесфонда смогут решать свои проблемы. Ремонты дорог, ремонты зданий, дрова, отопления и так далее. И почти 2,8 миллиона кубометра лесфонда было зарезервировано у нас за муниципальными образованиями, и они этим пользовались. Так как у нас постоянно законодательство в течение последних лет уже встречается, меняется, уже встречается, мы постоянно боремся с коррупцией, боремся с черными лесорубами, пытаемся деньги, как можно больше денег от использования лесфонда получать в бюджет, то в связи с этим был проведен ряд проверок. Прокуратура Архангельской области, Министерством природных ресурсов Архангельской области было выявлено огромное количество нарушений, что, например, муниципалитеты подают заявки на строительство мостов, а по факту либо их вообще не появляется, этих новых объектов, либо количество древесины на них потраченных там завышено в два раза. Поэтому прокуратура Архангельской области вышла с этой инициативой об отмене исключительных случаев. Наш комитет эту инициативу рассмотрел, мы ее поддержали. Нет ли опасения, что муниципалитеты теперь вообще могут остаться без древесины для своих собственных нужд? Мы проводили встречи с главами муниципальных образований. Была создана рабочая группа по приручению губернатора Архангельской области, возглавляет ее председатель правительства Алсуфьев Алексей Владимирович. Мы собирались с главами муниципальных образований. Они все свои опасения высказали. Но в первую очередь это касается теплоснабжающих организаций обеспечения дровами населения. Я считаю, что мы все опасения у них сняли. И также провели много встреч с представителями наших холдингов крупного бизнеса. Это группы компаний «Элим», «Титан», «УЛК», которые готовы взять на себя обязательства по обеспечению дровами населения. Вот как раз эти самые исключительные случаи стали предметом недовольства многих лесников, чьи объемы заготовки по сравнению с гигантами отрасли просто ничтожны. Но для них это предмет выживания, рабочие места, налоги, а с этим глубинки, сами знаете, туго. Но давайте послушаем, что называется человека «Отсахи». Леса превращаются, по сути, в свободные. И по федеральному закону уже спокойно получалось, что все вот эти крупные институционные проекты, то есть весь лес этот может спокойно переписаться под инвестиционный проект, все включатся эти квартала. И здесь все потом разведут руками и скажут, ну, все, видите, как получилось. Поэтому предпринимательское сообщество стало, естественно, в такую позицию, что где гарантии в том, что этот лес именно сохранится. Гарантии нет. Мы, когда у нас было совещание, мы предлагали, ну, понятно, что закон это надо принимать, да, и без отмены этого исключительного случая, да, лес, он не может стать свободным, соответственно, он даже не может выдвинуться на конкурсы по долгосрочной аренде закрепления за предпринимателями. Так давайте мы сначала проведем первичную работу о том, что какие-то будут, ну, я не знаю, там, слово уже реестра, каких-то предпринимателей в районе, мы уже поймем, что для таких-то, таких-то предприятий, существующих в области, в каждом районе, уже, ну, как бы, визуально, невизуально или виртуально, так скажем, да, определиться по кварталам, по количествам объемов. Может быть, вообще, уже никто не хочет лесом-то заниматься. Вполне и это может быть. И тогда вообще весь лес освободится, пожалуйста, забирайте крупные предприятия, вообще лес. Но в первую это очередь, если мы на самом деле не на словах, а на деле хотим поддержать мелкий и средний бизнес, да, лесной. Ну, наверное, надо с этого начинать-то, решить о том, чтобы закрепить это сначала за малыми предприятиями и привести конкурсы, соответственно, а оставшийся лес весь. Пожалуйста. Мы недавно были в командировке, в том числе в Виноградовском районе, в таких, где загадавливают лес, да. И малый-то бизнес, он говорит, что мы реально боимся того, что крупные холдинги просто нас съедят. Да. Поэтому вот то, что сейчас получилось, если мы говорим об аукционах на электронных торгах, как сейчас это и происходит, никто не мешает крупным холдингам заявиться на эти электронные торги и скупить просто весь лес. И это будет все в соответствии с законодательством. Поэтому мы и предлагаем договориться, и крупный бизнес на это идет, и подписать некие соглашения с муниципальными образованиями, с региональным правительством и с крупным бизнесом, где будет четко прописано, какие обязательства на себя берет крупный бизнес по обеспечению дровами и теплом, значит, наших муниципальных образований, какие задачи будет решать региональная власть. И я считаю, что после этого можно будет дальше работать. А что главы муниципалитетов думают по этому поводу? Ведь они, как никто, заинтересованы в том, чтобы лесной бизнес развивался. Элементарная доставка дров населению, ремонт домов и мостов, коих в деревянном исполнении на их территориях немало. И вот мнение глав Пинежского и Вельского районов. Для жителей останется за ними право 200 кубов получить на строительство. Также малый и средний бизнес и крупный бизнес будут заниматься поставкой дров и для строительства мостов, пиломатериалов для муниципальных образований. Ущерба для жителей Вельского района не будет. Малый бизнес на местах, на муниципалитетах должен получить некие гарантии того, что за делом на определенное количество лет они смогут заготавливать определенное количество леса, перерабатывать его и, собственно, развивать свой бизнес либо на обеспечение населения дровами, либо на обеспечение населения пиломатериалами. И в коем случае, по моему мнению, целиком и полностью вот эта функция не должна лечь и полностью перейти на крупный бизнес, на крупные холдинги. Часть лесосеки по Пинежскому району, это порядка 40 тысяч кубометров в год, должны быть гарантированно закреплены за малым и средним предпринимательством и на конкурсной основе должны предоставляться, скажем так, заинтересованным сторонам. Потому что, в любом случае, это и обеспечение дровами, это и обеспечение пиломатериалами, все-таки оно должно лежать на местных предпринимателях. Александр Владимирович, в Устьянах прошел уже пятый по счету конкурс лесоруб 21 века. Вы там были впечатления? Я считаю, что я уже неоднократно присутствую на этом чемпионате. Он постоянно растет. В этот раз он уже приобрел мировой масштаб, потому что проводились, помимо соревнований лесорубов, где представлены и финские компании, и шведские компании, проводились и хоккейные матчи. Были несколько круглых столов, дискуссионных площадок проводилось. Приезжал банк открытия. Были подписаны несколько соглашений между группой компании «Волка», между нашими сельхозтоваропроизводителями. Была интересная дискуссия с Минпромторгом. То есть мы обращались к ним с просьбой. В Минпромторге разрабатываются механизмы по поддержке инвестпроектов. И когда бизнес планирует создание какого-то инвестиционного проекта, это, как правило, занимает много лет. А меры поддержки в Минпромторге меняются каждые два года. То одни, то другие, то третьи. Поэтому мы обращались с просьбой, чтобы бизнес хоть как-то себя уверенно мог чувствовать, что принять их уже один раз. И хотя бы лет 20 не трогать, чтобы мы могли спокойно работать. Чтобы планировать на будущее, что нельзя. Да, также обсуждался вопрос. У нас есть, опять же, инвестпроекты, которые мы обеспечиваем Лисфондом. Но после того, как инвестпроект реализовывается и аренда Лисфонда заканчивается, то наш бизнес должен опять выходить на аукционы, чтобы, опять же, приобрести Лисфонд. То есть, получается, предприятие построено, и оно может остаться без Лисфонда. То есть, мы говорили о том, что надо сделать, уже идти дальше и говорить о том, что лес отдавать в аренду на 100 лет, например. Потому что, чтобы это предприятие было всегда уже обеспечено лесом, потому что это же люди, которые работают. Да, социальные. Да, то есть, это дальнейшая уверенность бизнеса в дальнейшей работе. Александр Владимирович, спасибо, что пришли. Я напомню, что сегодня гостем программы парламентарии был заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов, председателя комитета по лесопромышленному комплексу природопользования и экологии Александр Дятлов. И еще не стало Станислава Алексеевича Второго. Он был не только опытным законодателем, юристом, но и человеком чистой души. Мне повезло, в 2003 году мы ездили в командировку на родину Станислава Второго в село Лешуконское. Казалось бы, сильный по жизни человек предстал перед нами совсем иным, чувствительным и ранимым. Сколько тепла было тогда, плакал на могиле у родителей, топил баню, а вечером играл на баяне, пел, много шутил и рассказывал историй. Конечно, полностью ту атмосферу не передать, но предлагаем посмотреть фрагмент видео по итогам той поездки. Фамилия Второй на Лешуконе известна и уважаема. И не только потому, что Станислав Второй много помогает своим односельчанам. Так ведется изданно еще со времен его прадеда, деда и отца. Поэтому каждый раз, когда Второй приезжает на родину, он чувствует себя дома. Мы и домашние чувствуют, что когда я начинаю там нервничать, это наступает тот период, когда я должен съездить сюда, побыть дома, около родительского, сходить на могилу, какой-то запас сил обретаешь и дальше уезжаешь в город, где ритм жизни совершенно другой. И на полгода у тебя хватает таких духовных, душевных сил, как-то подпитался ты еще. Мне достаточно посмотреть на памятник отца матери, где изображены они. И мне этого достаточно. Это слишком интимно, так можно сказать. Для меня и отец, и мать – это икона. Говорят, что воспоминания из детства самые стойкие. Второй с этим согласен, потому что каждая деталь давно минувших времен для него очень важна. Он помнит все, даже то, что, казалось бы, невозможно запомнить. С какими запахами у вас ассоциируется ваше детство? Несколько этих запахов. Это запах истопленной печи, вовремя закрытой. И устоявшаяся печь вот такая, уже она 2-3 часа проходит и отдает тепло. Кирпич красный, да, отдает тепло. В сочетании с деревом, вот, это у меня до сих пор, я когда захожу летом в дом, зимой у нас, в нашем доме никто не живет, до сих пор этот запах присутствует. И другой запах. Это запах в 50-х годах. Кто люди в возрасте, помнят, продавались такие китайские сухие духи. Мать моя покойная клала их, значит, упаковочки в белье. Белье, постельное белье клала вот эти сухие духи. Вот так они называются. Когда мы с братом ложились спать, накрывались там одеялом, с пододеяльника, простыни, там у нас, когда после бани мы одевали чистое белье, вот этот запах присутствует до сих пор, вот в том сундуке, где у нас хранилось постельное белье, и в доме. Это что-то непередаваемое. Станислава Второго всегда воспитывали трудом. С малолетства он уже заготавливает сено, о работе по домашнему хозяйству и говорить не приходится. Это само собой. В родном селе Второго знают не только как хорошего работника, но и как спортсмена. Он победитель многих соревнований по лыжным гонкам среди школьников. Теперь места, где он работал и бегал на лыжах, самые любимые. Он не только сам сюда приходит, но и приводит всех своих гостей. Сейчас красиво, обалденно красиво весной, летом. Весной, когда все заливает и сплошная вода. Здесь пацаном я заготавливал сено, работал на конной грабилке. И первые деньги, которые я заработал, мне родители разрешили купить часы победы. Это была программа «Парламентарий». С вами знаток законодательной жизни региона Алексей Шемякин. До встречи в сентябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова